МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...информация о расстреле российскими военнослужащими 16-ти украинских военнопленных под Покровском. США резко осудили ракетные удары рана по Израилю и объявили об введении новых санкций против Тегерана. Президент Грузии Саламез Рубишвили отказалась помиловать Михаила Саакашвили накануне парламентских выборов, которые состоятся в конце октября. Также сегодня. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть, тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин объявил, что голосование по закону о запрете пропаганды осознанного отказа от деторождения будет поименным. Генеральная прокуратура Украины начала расследование, как утверждается, самого массового расстрела украинских пленных российскими военными. В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства, говорится, что российские военные убили 16 украинских военнопленных около сел Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе Донецкой области. На опубликованном в телеграм-каналах видео зафиксировано, как взятые в плен военнослужащие ВСУ вышли из лесополосы. После того, как они выстроились в шеренгу, российские военные открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью. Согласно международному гуманитарному праву, расстрел сдающихся в плен солдат является военным преступлением. Это самый массовый известный случай казни украинских военнослужащих на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика военного и политического руководства, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. А вот что в интервью радио «Донбасс-Реалии» сказал майор ВСУ, в прошлом актер и волонтер Мирослав Гай. Я ведь на фронте в разных ипостасях с 2014 года. С солдатом, офицером, волонтером. И видел разные ситуации. У военных нет иллюзий по поводу россиян. Никаких иллюзий нет. То, что они нарушают все международные конвенции, нам хорошо известно. Мы знаем, что они делали. И не только с военными. Что они делали и с гражданскими. Мы знаем о массовых пытках, об издевательствах над гражданскими, о казнях, казнях военных. У офицеров Вооруженных сил Украины, я думаю, нет разногласий по этому поводу. Мы должны приложить все силы, чтобы их остановить, чтобы их уничтожить. Чтобы Россия не совершала эти самые преступления по всей Украине. Наша задача – нанести врагу как можно больше урон. Это единственный выход. Вот и все. Возможно, что они и не знали, что кто-то видит, что они делают. С одной стороны, то, что случилось с нашими парнями – это очень страшно. С другой стороны, хорошо, что все это увидели. Потому что это дополнительно… Хотя, знаете, что еще такого россияне могут сотворить, чтобы мир содрогнулся? Мы все это уже видели. Но будет еще одно документальное свидетельство для Гааки. Мир еще раз увидит, что россияне действуют так же, как действуют террористические организации. Так же, как действовали террористы в Израиле, когда убивали безоружных гражданских людей и сжигали младенцев в микроволновках. Это не люди, и с ними можно бороться только одним способом – их уничтожать. Почему этих ребят расстреляли? Возможно, русские не могли их доставить в тыл. Может, они выполняли задания и не хотели создавать себе дополнительные трудности. Потому что пленных нужно контролировать, их нужно охранять. Возможно, поэтому так и случилось. Но это не отменяет того, что это военное преступление. Преступление против человечности. Так бы его охарактеризовал любой международный суд. Это был майор ВСУ Мирослав Гай. Фрагментовое интервью радио Донбасс Реалии. Время свободы. Сегодня рано утром Израиль нанес удар по центру Бейрута. Погибли не менее шести человек. Еще семь получили ранения. Такие данные Минздрава Ливана приводит агентство Reuters. Всего за последние сутки в результате израильских ударов погибли 46 человек. Еще 85 получили ранения, сообщил Минздрав Ливана. Израиль начал операцию стрелы севера против ливанской группировки Хизбалла 23 сентября. Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный обстрел Ираном Израиля. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комодовский. Президент заявил, что Израиль имеет право на ответ и должен отвечать. Но при этом он ответил, что Израиль не должен наносить удары по ядерным объектам на территории Ирана. Также президент Байден анонсировал санкции. Это как раз тот ответ, который обещали еще незадолго до самого страйка Соединенные Штаты. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что атака Ирана на Израиль была отбита, оказалась неэффективной. В то же время Салливан назвал этот обстрел значительной эскалацией со стороны Ирана. Он сообщил, что США будут консультироваться с израильскими властями о том, какие шаги обе страны предпримут в ответ на иранскую ракетную атаку. Мы будем консультироваться с израильтянами по поводу следующих шагов в ответ на действия Ирана и того, как справиться с этим. Мы продолжим отслеживать возможные угрозы и атаки со стороны Ирана и его прокси. В частности, мы сосредоточены на защите американских военнослужащих в регионе. После этого президент выразил поддержку государству Израиль в этом заявлении. Не сомневайтесь, Соединенные Штаты полностью, полностью, полностью поддерживают Израиль. Сегодня я провел утро и часть дня в ситуационной комнате со всей моей командой по вопросам национальной безопасности, проводя консультации напрямую с израильтянами. Моя команда по национальной безопасности, как я уже говорил, находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами и их коллегами. И этот процесс будет продолжаться в течение всего дня. Американские военные, которые базируются в регионы, помогли Израилю и его системам противовоздушной обороны отразить атаку. А администрация Байдена сейчас консультируется с Иерусалимом относительно дальнейших шагов. У США значительная огневая мощь на Ближнем Востоке. Ударная группа Авраам Линкольн находится в Аравийском море. Она состоит из авианосца, ракетного крейсера и эсминцев. Десантная группа морской пехоты УОСП, которая находится в Восточном Средиземноморье. Существует три воздушные экспедиционные эскадрильи, в состав которых входят бомбардировщики и истребители. Они базируются в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Кувейте. А пятый флот США, я напомню, базируется в Бахрэне. Он действует в Персидском заливе. Его ракетные крейсеры и эсминцы способны сбивать ракеты. В то же время, на издание «Политика» пишется ссылка на свои источники, что высокопоставленные чиновники Белого дома в частном порядке заверили Израиль, что США поддержат решение усилить военное давление на Хизбаллу. Несмотря на публичные призывы, здесь правительству Израиля в последние недели сократить эти удары. Издание пишет, что советник президента Амос Хохштейн и координатор Белого дома по вопросам Ближнего Востока Брэд МакГерк в последние недели сообщили высокопоставленным израильским чиновникам, что США согласны с общей стратегией премьер-министра Израиля Нетаньяху сосредоточить военные усилия на севере против Хизбаллы. Однако не все в администрации, как пишут журналисты, поддержали это решение Израиля. И это вызвало разногласия внутри правительства США, в частности в Пентагоне, в госдепартаменте и в разведывательном сообществе, представители которых опасаются, что действия Израиля против поддерживаемых Ираном прокси приведут к эскалации в регионе. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комодовского. Удар Ирана по Израилю стал предметом обсуждения на срочном заседании Совета безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, которого вчера Израиль объявил персона нон-грата за отказ безоговорочно осудить этот удар, сделал следующее заявление. Вчера Иран запустил приблизительно 200 баллистических ракет по Израилю. Иран заявил, что это было ответом на убийство Хасана Насралы и командира корпуса стражей Исламской революции Аббаса Нилфарушана на прошлой неделе, а также на убийство лидера Хамас Исмаила Хании в Тегеране в июле. Миллионы людей в Израиле на оккупированных палестинских территориях вынуждены были спуститься в бомбоубежище. В результате этих иранских ударов погиб один человек – палестинец на оккупированном западном берегу. Так же, как я осудил иранскую атаку в апреле, я вновь категорически осуждаю вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана против Израиля. Что должно было быть понятно из осуждения, с которым я выступил вчера. Парадоксальным образом эти атаки никоим образом не являются поддержкой палестинского народа и не уменьшают его страданий. Это был генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Несмотря на постоянные обстрелы при иранской шрицкой группировке Хизбалла северных районов Израиля, которые заставили сотни тысяч израильтян покинуть свои дома, посол России в ООН Василий Небензе заявил на заседании Совбеза, что Израиль сам при поддержке стран Запада спровоцировал Иран на этот удар, при том, что Тегеран, как считает Небензе, проявлял в последние месяцы почти ангельское терпение. Вот как это прозвучало. После серии политических ликвидаций, включая убийство главы исполсовета Хамас Хании, генерального сестеря Хизбаллы Насралы и ряда других лидеров противостоящих Израилю движений, в конфронтацию включился и Иран, целых два месяца проявлявший исключительную в данных обстоятельствах сдержанность. Из выступлений наших западных коллег складывается впечатление, что единственная проблема, которую стоит перед Советом сегодня, это ответ на ракетный удар Ирана. Сложно представить, на какую роль в дипломатическом процессе с подобной оценкой ситуации можно рассчитывать. Ну а посол США Линда Томас Гринфилд высказала полную поддержку Израилю со стороны Соединенных Штатов фактически теми же словами, которыми ее высказал и американский президент Джо Байден. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать право Израиля защищаться от Хамас, Хизбаллы, йеменских хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористов. Конечно, то, как Израиль защищается, имеет значение. Мы продолжаем подчеркивать необходимость мер, направленных на снижение ущерба для гражданского населения. Коллеги, как сказал президент Байден после вчерашней атаки, США полностью, полностью, полностью поддерживают Израиль. Наши действия носят оборонительный характер. Позвольте мне четко сказать, иранский режим понесет ответственность за свои действия. Мы настоятельно предупреждаем Иран и его прокси-группировки против любых действий, направленных против США или дальнейших действий против Израиля. Представитель Израиля в ООН Дани Данон призвал международное сообщество ввести санкции против Ирана и подчеркнул, что последствия ответа Израиля на ракетный удар будут хуже, чем Тегеран может себе вообразить. Вот фрагмент выступления Дани Данона. Иран сбросил маски и предстал как террористическое государство, которое оркестрирует хаос в регионе. Попытка Ирана облечь чинимое им насилие в некую юридическую форму является отвратительным извращением реальности, и мир не должен быть обманут. То, что произошло минувшей ночью в Израиле, не было оборонительными действиями со стороны Ирана. Это была преднамеренная атака на гражданское население. Израиль не будет сидеть сложа руки перед лицом подобной агрессии. Израиль ответит. Наш ответ будет решительным и, да, болезненным. Но в отличие от Ирана, мы будем действовать в соответствии с международным законом. Мы будем защищаться, применяя силу и добиваясь справедливости в соответствии с правом, которым наделено любое суверенное государство. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Спикер парламента Грузии Шалва Пупуашвили подписал принятые депутатами законы о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды, после того, как это отказалась сделать президент страны Саламе Зарубишвили. Наложить вето Зарубишвили также отказалась. Саламе Зарубишвили также дала понять, что не намерена помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок заключения по делу о превышении служебных полномочий. Об этом Зарубишвили заявила на Варшавском форуме по безопасности, отвечая на вопрос, почему она не использует свои полномочия для освобождения безусловного лидера главной оппозиционной партии Грузии и единого национального движения в преддверии решающих парламентских выборов, назначенных на 26 октября. С подробностями Георгий Кабаладзе. Саламе Зарубишвили уже несколько лет активно оппонирует правящей партией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иманишвили. Но по вопросу бывшего президента Михаила Саакашвили их позиции совпадают. По крайней мере, госпожа Зарубишвили всегда отказывалась и отказывается даже рассмотреть просьбы оппозиционных лидеров и европейских коллег помиловать и освободить экс-президента, который фактически возглавляет не только свою партию, единое национальное движение, но по праву считается наиболее влиятельным лидером оппозиции в целом. На Варшавском форуме Зарубишвили заявила, что Саакашвили должен дождаться установления в Грузии справедливой судебной системы, которая сейчас не существует. А использовать свое право на помилование она не намерен. Вместе с тем, грузинские оппозиционеры и некоторые европейские политики, в том числе члены Европейского парламента, публично задаются вопросом. Если выборы 26 октября сама президент Зарубишвили считает судьбоносными в плане возвращения Грузии на траекторию проевропейского развития, то почему бы не дать возможность оппозиционной партии провести полноценную предвыборную кампанию? С участием своего признанного лидера Михаила Саакашвили. Ровно три года назад, когда бывший президент был арестован на конспиративной квартире в Тбилиси после того, как вернулся на родину из Украины, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами, Соломе Зарубишвили заявила, отвечая на аналогичный вопрос о помиловании. «И никогда». Главная причина, судя по всему, в том, что, по мнению президента Зарубишвили, бывший глава государства действительно совершил некоторые из вменяемых ему в вину преступлений. Кроме того, госпожа Зарубишвили неоднократно обвиняла экс-президента в провоцировании войны с Россией в августе 2008 года. Но существуют и юридические препятствия для помилования экс-президента, ведь приговор в отношении него вынесен лишь по двум из пяти уголовных дел и судебных процессов, которые все еще продолжаются. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из лидеров оппозиционной республиканской партии Грузии Давид Бердзанишвили. Если Сарубишвили помилует Михаила Саракашвили, то власти, пока они угласили, у руля власти, продлят срок прибивания за решеткой Саракашвили, потому что они оставили себе и те дела, по которым пока еще приговора нет. Так что Саракашвили не выходит по помиловке Саракашвили, это всем ясно. Что касается освобождения Саракашвили, на 99% зависит от итогов выборов в общество власти. Уверен Давид Бердзанишвили. Напомним радиослушателям, что бывший президент арестованный 1 октября 2021 года. С мая 2022 года находится в трехкомнатной ВИП-палате элитной тбилисской клиники Вивамеды. Он приговорен к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, хамски оскорбившего в одном из газетных интервью его жену, первую леди страны Сандру Руловс, и к трем годам лишения свободы за помилование высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение, избиение и смерть молодого тбилисского банкира Сандро Гиргулиани. Кроме того, продолжаются судебные процессы по обвинению в жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и захвате телекомпании МЕДИ известного российского бизнесмена, ныне покойного Бадри Патаркацищвили, а также растрате государственных средств и незаконный переход государственной границы при возвращении из Украины на родину предков. Когда будут вынесены приговоры по трем другим уголовным делам, неизвестно. Процессы продолжаются. И, как это не парадоксально, именно благодаря этим судебным процессам бывший президент имеет возможность еженедельно выступать по всем общенациональным телеканалам, прямым включением из больничной палаты, с долгими заявлениями о политической ситуации в стране, активно участвуя тем самым в предвыборной кампании, которая приближается к кульминации. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Ну а в России депутаты Государственной Думы приступили к рассмотрению закона о запрете другого вида пропаганды – пропаганды отказа от деторождения. Как выяснилось, голосование по этому закону будет поименным. Ну а спикер Вячеслав Володин фактически пригрозил лишением мандатов тем, кто откажется голосовать «за». Володин пошел и дальше. По его мнению, без такого закона депутатам грозит вымирание. Вот что он, в частности, сказал. Вообще, вот, коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать, и обязательно поименное будет голосование. И вообще, это вопрос будущего. Быть в этом зале депутату или не быть? Потому что, вдумайтесь только, кто может быть против? Против закона, где мы выступаем с позицией запрета пропаганды отказа от деторождения. Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. Право женщины рожать или нет. Это ее выбор. Право семьи определиться в этом. Но пропаганды такой не должно быть. Потому что, если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора. Родить вас. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть. Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы. Противы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду отказа от деторождения. Это был депутат Государственной Думы России Вячеслав Володин. А депутат от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил детально разобраться с уже вышедшими или готовящимися к выходу фильмами и сериалами на предмет наличия в них пропаганды отказа от деторождения. Среди тех, кто высказывал сомнения по поводу целесообразности принятия закона о запрете пропаганды и идеологии «Чайлдфри», называют бывшего мэра Якутска, депутата от партии «Новые люди» Сарадару Афсентьеву и лидера фракции этой партии Вячеслава Дванкова, назвавшего слишком размытыми формулировки закона. Но и это еще не все. Депутаты Государственной Думы уже решают, когда женщина должна режать первого ребенка, чтобы, как они считают, в России было больше полноценных семей. Об этом, в частности, говорила бывшая уполномоченная по правам ребенка при президенте России, ныне депутат Единоросс Анна Кузнецова. Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент. Это была депутат Государственной Думы России Анна Кузнецова. Ну, не все так просто, конечно. Вот депутат Справедливо-Росс Елена Дропека недавно переживала, что российские женщины будут выходить замуж за трудовых мигрантов, скрывающих, что у них есть жены на родине. Проблему Дропека обозначила, правда, не предложив решения. Садовник в нашем садоводстве подошел ко мне 3 дня назад и говорит, я решил жениться в России. А у него трое детей в Таджикистане. А как эта самая жена в России узнает, что у него в Таджикистане кто-то есть? У них 4 жены, может быть. Поэтому я очень переживаю за наших женщин. Это была бывшая актриса, ныне политик, депутат Справедливо-Росс Елена Дропека. Если серьезно, то Россия постоянно ужесточает свою политику в отношении трудовых мигрантов. В последнее время звучат призывы запретить мигрантам перевозить в Россию свои семьи. Не пускать в Россию без знания русского языка. Планируется увеличить с одного года до трех срок, после которого иностранец, состоящий в браке с гражданином или гражданской России, имеет право подавать документы на российское гражданство. Как высказался Вячеслав Володин, три года еще прожить надо. Усилен контроль за теми мигрантами, кто уже гражданство получил. Прежде всего, затем встали ли они на воинский учет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, если вы помните, с гордостью отчитывался недавно, что десятки тысяч таких новых российских граждан были отправлены в зону так называемой СВО. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но нежелающих встать на воинский учет. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи. Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строили. Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Такая политика, такие заявления и действия вызывают, разумеется, и ответную реакцию. Так, вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров в довольно резкой форме посоветовал представителю МИД России Марии Захаровой заняться собственными делами после того, как Захарова потребовала от властей Узбекистана дать оценку случаю жестокого обращения с мальчиком в одной из школ Ташкента. Случай действительно очень неприглядный. На видео, попавшем в интернет, учительница несколько раз бьет ученика, когда тот пытается вернуться на свое место от доски, толкает его, вырывает из рук тетрадь за то, что он попросил вести урок русского языка на русском, а не на узбекском. Эта учительница была наказана и уволена, как выяснилось, она подменяла кого-то, потеряла свое место и директор школы, где произошел инцидент. Но конфликт разгорался. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов в частности выразился так. «Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении». Конец цитаты. Мириться пришлось на уровне министров иностранных дел, но бывший депутат парламента Узбекистана, советник главы Министерства экологии, известный блогер Расул Кушербаев в интервью программе «Настоящее время. Азия» все равно призывает сделать Марию Захарову первым номером в списке лиц, чье пребывание в Узбекистане является нежелательным. На мой взгляд, Мария Захарова должна быть первой в списке нежелательных для Узбекистана лиц. Это связано с тем, что ее высказывания, касающиеся внутренних дел Узбекистана, не унижающие достоинства страны, звучат не в первый раз. Ранее Мария Захарова неоднократно делала заявления, которые вызывали возмущение со стороны Узбекистана. Например, когда российские политики позволяли себе рассуждение о возможности захвата Узбекистана, она реагировала пренебрежительно и унизительно, заявляя в том числе, что Россия предоставляет Узбекистану газ, как бы намекая на зависимость страны. Такое отношение можно расценивать как вмешательство в суверенитет Узбекистана. Нормальный государственный служащий должен стремиться укреплять отношения между двумя странами и реагировать на такие ситуации адекватно. Однако Мария Захарова, напротив, позволяет себе унижать Узбекистан в смысле «Знаете свое место. Если мы не дадим вам газ, неясно, что вы будете делать», подразумевая, что Узбекистан должен терпеть такие оскорбления. Более того, совсем недавно Захарова вмешивалась в вопрос, связанный с внутренними делами Узбекистана по поводу языковой политики, официально требуя разъяснений. Это прямое вмешательство во внутренние дела Узбекистана. Мария Захарова – это прямое проявление шовинистских и империалистических взглядов Кремля. Поэтому мы должны начать список нежелательных лиц именно с нее. Если в ближайшее время будет принят закон о нежелательных лицах, и она займет в нем первое место, это станет сигналом для всех, что оскорбительные заявления в адрес Узбекистана не останутся незамеченными. Это был узбекский блогер и политик Расул Кушербай, фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-люжный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.